У крымчан, у севастопольцев в частности, после событий 2014 года были гипер-ожидания, гипер-ожидания, то есть вот этой всей трансформации украино-российской и так далее. На сегодня мы имеем конкретную, подтвержденную опросами, большими, многочисленными фокус-группами, всеми-всеми остальными социологическими инструментариями, политологическими, что у людей, кто с сегодняшней региональной властью общается и контактирует, есть очень много вопросов со знаком минус. Приоритеты развития Крыма и приоритеты развития Севастополя – три отрасли. Говорит президент судостроения, туризм и виноделие. Помним это, да? Вот здесь сидят представители двух из этих, заложенных президентом, мощнейших драйверов развития Крыма. Мы входим, мы самое крупное предприятие винодельческое в Крыму, в Севастополе, самое большое. Мы входим в десятку крупнейших винодельческих предприятий России. Здесь мы говорим больше договора по имуществу и договора по аренде земли для наших агрофирм. Мы их не можем перезаключить. Мы предпринимали все усилия найти общий язык с властью и на начальном этапе нам все говорили, да-да-да, хорошо, конечно, мы все это сделаем. Но финально мы теперь понимаем, что задумка была-то какая-то другая. Все это приводит к тому, что первый год, этот первый год, 2018-й, когда мы не садим заново виноградник. Мы каждый год высаживали 40, 50 до 150 гектар новых виноградников, мы каждый год не стали садовый новый, потому что понимали наши перспективы, потому что понимали, что это задел на будущее. Для меня самое главное, как для директора предприятия, это сохранить нашу продукцию, уровень нашего бизнеса на том уровне и развивать его, на котором он есть. Сохранить рабочий коллектив, а это 1300 человек, а говоря о их семьях, это более 5000 человек. Несмотря на то, что есть президентская программа по развитию виноградовства и виноделия, вот такие проблемы с нашим предприятием. Что мы делаем неправильно, нам никто не может объяснить. Правительство Севастополя делает все для того, чтобы ликвидировать и уничтожить работающие предприятия. Здесь нас всех сегодня объединила одна проблема. Это наш губернатор Севастополя, Овсяников Дмитрий Владимирович. Он буквально изнасиловал предпринимателей города Севастополя и бизнес в целом. Он не просто его кошмарит, он его уничтожает. Овсяников относится к Севастополю как к военному трофею, а к Севастопольцам как к добыче и к военнопленному. К сожалению, к огромному сожалению, проблемы, связанные с бизнесом, отношением бизнеса и власти, они не какие-то единичные, они именно системные. Системно делается так, чтобы предприятиям всем создать проблемы и под эти проблемы, как решение этих проблем, поменять в том числе формы собственности, собственного какого-то предприятия, но какими-то методами такими, которые мы уже от них отгодили. В 90-е годы, может быть, такое было нельзя. Идет передел наглый, грязный, подлин. Если мы отказываемся платить дань, делают все, чтобы задушить предприятие. Нам так и было сказано, потому что когда поступило предложение от Овсяникова заплатить 1 миллион долларов, буквально его акционеры послали на три буквы, прямо. После этого нам сказали, вы здесь больше работать не будете. Традиционный фонд таким образом может жить. Не придут новые бизнес-обороны, не только иностранные, а и российские, глядя на все, что происходит. Гимбернатор, он в принципе лжет, и лжет своим кураторам, которые его курируют, которые каждый раз ему помогают избавиться от какого-нибудь очередного скандала. Что сейчас работает федеральный бюджет, а дальше должны местные бюджеты работать. А кто их выполняет? Мы. А мы их перестанем выполнять, если к нам будет такое отношение. У нас не будет. Каждый день простой, это 500 тысяч. Так у нас в половине правительства мы простаиваем из 12 месяцев, мы простаиваем 7 месяцев. Это вот в таких нечеловеческих условиях мы работаем. Пока президент действительно защищает внешние рубежи, вот такие как овсяников, они разрушают страну изнутри. Овсяников, он вот как вредитель.